Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, ну просто это интересно. Ширли Темпл, американская актриса, политик, стала первым в истории кино ребенком-актером, получившим в 1934 году молодежную награду Академии, сам молодой человек, получивший Оскар. Наиболее известна по своим детским ролям в 1630-х годах Ширли Темпл стала одной из самых высокооплачиваемых актрис США во время Великой депрессии. После завершения актерской карьеры она занималась политикой, став видным американским дипломатом и послом. Американский институт киноискусства поставил ее на 18 место в списке 100 величайших звезд кино за 100 лет. Современными киноведами считается самой популярной детской актрисой всех времен. Завершила актерскую карьеру в начале 1660-х годов, до конца жизни проживала в небольшом калифорнийском городе Лутсай. Родилась 23 апреля 1928 года. Мать рано заметила у ее дочери актерские певческие и танцевальные способности. В сентябре 1931 трехлетний Темпл поступила в танцевальную школу в Лос-Анджелесе. В этот же период мать начала завивать волосы Ширли в локоны, подражая трисинему кино Мэри Пикфор, которые в итоге в будущем стали ее визитной карточкой и в то же время породили миф, якобы Темпл носит пари. Из-за этого в будущем Темпл нередко подвергалась нападению поклонников, которые дергали ее за волосы, чтобы проверить подлинность мифа. Как-то она вспоминала каждый вечер, ей перед сном изнурительно и долго завивали волосы, которые раз в неделю полоскали щиплющим глаза уксусом. В январе 1932-го агенты из киностудии Education Pictures пришли в школу и обратили внимание на Темпл, после чего заключили с ней контракт. Ее первыми работами были реклама и небольшие короткометражки. В 1934-м Ширли была одолжена в кавычках компания Tower Production, где она сыграла в ее первом полнометражном художественном фильме Red Hered Alibi. Затем ее начали одалживать в кавычках студиям Universal и Paramount и Warner Brothers, в чьих фильмах она все также играла эпизодические роли. В 1934-м Educational банкротилась и в феврале этого же года Темпл заключила новый контракт с Fox Film Corporation, где в апреле того же года был выпущен фильм с ее участием «Вставай и пой». Корпорация быстро оценила ее актерский потенциал и очарование, поэтому зарплата Ширли с того момента составляла 1250 долларов в неделю, а ее мать, будучи личным тренером и парикмахером ее дочери получала 150. Была создана специальная группа, которая состояла из 19 сценаристов, которые написали специально для Ширли 11 оригинальных сценариев и несколько сценарных адаптаций классики. Специально для Темпл на территории студии построили четверокомнатное бунгало с расписными под фрески стенами в гостином. Рядом с домиком зеленела лужайка с качелями. Друг детства Джон Гриффит стал личным телохранителем Темпл. С юной актрисой заключили немного обновленный контракт, в котором скорректировали ее под год рождения, исправив с 1128 на 1129, чтобы уменьшить возраст девочки на год и дать возможность чуть подольше поснимать ее в детских ролях. Поскольку взлет кинокарьеры Ширли пришелся на годы Великой Депрессии, фильмы были с расчетом дать американцев всех классов возможность отвлечься от суровой действительности при просмотре кинокартин. С ее участием зрители могли на время расслабиться и забыть о жизненных проблемах. Франклин Рузвельт в те годы лично рекомендовал для просмотра ее фильмы, которые имели кассовый успех. Естественно, была некая побочная продукция. Компания по производству игрушек выпускала куклы, изображающие героини фильмы «Вставай и пой». Под рекламой «Тэмпл» выпускалась целая линия одежды и аксессуаров для девочек. Ну вот и посуды, зеркала, закладки и многое другое. Проблемы в кинокарьере Ширли начались в 1938 году. Было общено три фильма. Из них два были нелестно оценены критикой, а фильм «За углом» стал первым фильмом в карьере «Тэмпл», который показал низкие продажи билетов. Тем не менее, Ширли продолжал занимать первое место среди кассовых фаворитов студии. Неудачу удалось компенсировать на следующий год, когда вышла «Маленькая принцесса», которая была положительно оценена критикой и собрала приличную кассу. Она принимала участие в радиопостановках «Мыльных опер». В 1988 году в шоу Ларри Кинга «Тэмпл» заявила, что причиной разрыва контракта в 1941 году с метро Голденмайер тому был неприятный скандал с главой Артуром Фридом. Когда тот пригласил «Тэмпл» к себе в кабинет на первое прослушивание, то в какой-то момент он встал перед ней, расстегнул ширинку и обнажил свои гениталии. 12-летний «Тэмпл» по ее воспоминаниям в ответ на это издала нервное хихиканье, после чего Фрид выкнул ее из кабинета. 16 декабря 1950 года она официально заявила, что и завершает свою карьеру в кино. Ее самым последним фильмом стал выпущенный в 1949 году фильм под названием «Поцелуй для Карлис». С 1332 по 1449 год ширинка «Тэмпл» снялась в 58 фильмах, 14 из которых были короткометражными. С января по декабрь 1958 года выходило ее шоу «Сборник рассказов Ширли Тэмпл» на канале NBC, представляющий собой адаптацию популярных детских книг в виде телеспектаклей. После ухода с телевидения она стала активисткой республиканской партией Калифорнии и в 1967 году попыталась баллотироваться как консерватор в палату представителей США, но проиграла. Тем не менее, президент Ричард Никсон на период с сентября по декабрь 1969 назначил ее представителем США на 24-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 1972 году у нее был диагностирован рак молочной железы, который был удачно прооперирован. В 1943 году 15-летний «Тэмпл» встретила Джона Агара, сержанта армейского авиационного корпуса и преподавателя физической подготовки. В 1945 году, когда Ширли было 17 лет, они обвенчались. Однако брак оказался непрочным и уже в 1949 году они развелись. При разводе Ширли получила опеку над их дочерью и восстановила свою девичью фамилию. Через год, в 1950-м, «Тэмпл» встретил богатого морского офицера разведки США Блэйка, Чарльза Блэйка. Они поженились. У них родился сын Чарльз, обувь Блэйк-младший, и дочь Лори. Ширли и Чарльз прожили вместе вплоть до его смерти. Ширли «Тэмпл» умерла 10 февраля 2014 года в возрасте 85 лет в своем доме в калифорнийском городе Утсайд, в окружении семьи. На момент смерти у нее было, помимо трех детей, еще одна внучка Тереза и две правнучки. Вот так вот вкратце, для информации, просто это мне было интересно самому, о Ширли «Тэмпл» американской актрисе и политике. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok